К другим темам. На выходных в Дубосарах случилась трагедия. Машина сбила троих детей. Один ребенок погиб, двое в больнице. Подростки в субботу вечером по проезжей части катались на велосипедах. 4 апреля в 8 часов вечера именно по этой улице Котовского двигался автомобиль Opel. На встречу группа подростков на велосипедах. Неожиданно дети решили развернуться. Этот маневр обернулся трагедией. На асфальте следы крови и мела. Так следователи обозначили место искореженных велосипедов и тело мальчика. Один подросток погиб на месте. Двое в тяжелом состоянии в Тираспольском центре матери и ребенка. Есть еще один подросток. Он не пострадал. Сейчас находится дома. В шоковом состоянии ни с кем не общается. У брата все хорошо. Ну только шок и все. Но он дома? Да, он дома. Физически он полностью здоров. Что рассказывает? Без комментариев. Он рассказал, что в милиции. Итак, суббота. Вечер. Четверо подростков, три велосипеда. Один из парней на раме вез друга. Остальные ехали следом по проезжей части. В какой-то момент решили переехать на тротуар. Не заметили встречный Opel. Машина снесла сначала первого велосипедиста и его пассажира. Потом водитель пытался избежать столкновения со вторым. Выехал на встречку и там сбил третьего подростка. По предварительным данным водитель находился в трезвом состоянии. Однако пока проводятся все необходимые исследования. Назначены экспертизы. Ведется следствие. И по окончанию всех необходимых мероприятий будет дана правовая оценка действиям водителя указанного автомобиля. Все ребята живут в одном доме. Соседи рассказывают. В тот день после обеда их видели во дворе. Сидели на скамейке. Как взяли велосипеды и уехали, никто не заметил. Наверное, в девятый час у меня прибежала внучка и сказала, что вот сбили ребят. Мы сперва не знали кто, какие, что. Но уже узнали это полдесятого. Очень жалко мальчишек, что пострадали. Но во всем, во всем, может я буду где-то не права, наверное, виноваты в чем-то родители. Мы сами. Потому что когда такое время, когда карантин, и наши дети на улице, когда должны быть дети дома, жалко и водителя в чем-то. Тоже дети, наверное, из судьбы все сейчас перечеркнуты. Погибшему мальчику было всего 11. Тем, кто сейчас в больнице, 12 и 13 лет. Водитель «Опеля» под стражей. Идет разбирательство.